всем привет с вами бивер настольные игры и в этом видео я хотел бы поговорить об игре кондотьер в эпоху возрождения италия была разраблена на множество маленьких городов государств каждый из которых старался захватить как можно больше регионов под свой контроль и зачастую они прибегали к помощи кондотьеров наемников у которых была собственная армия вот именно в роли наемников и кондотьеров мы вступаем в эту игру нам предстоит захватить как можно больше городов в италии под свой контроль заручиться помощью папы заключать множество договоров делать подкупы и многое многое другое и все это с помощью одной колоды карт как это все происходит какие же действия мы будем предпринимать давайте сейчас и посмотрим ну что же вот перед вами сейчас находится игра кондотьер это локализованная версия хобби волды локализованная игра доминика эрхарда и мы будем разбираться как же играть в эту игру замечательную первое что хочется сказать после того как я вскрыл локализованную версию и распаковал все компоненты мне бросил глаза то что в этой игре хоть она рассчитана двух тысяч игроков всего две памятки две а игроков может быть шесть это небольшая конечно неувязочка скажем так и и минус который мне немножко конечно огорчило однако в принципе после пару партий памятки не столь нужны уже становится потому что на них указано что означает каждый тип карт и все в принципе ну что ж так и уже сказал эта игра может выиграться и на двоих поэтому сегодня мы обзор как раз будем делать на двоих я буду играть за желтых кондотеров за желтых объединителей италии юля же будет играть за зеленых также у нас есть фишка кондотера и фишка папы каждый из нас в начале игры получает по 10 карты это наша стартовая рука и в принципе мы можем начинать игру по ходу игры мы определимся какие же карты у нас есть и как же действует нужно в этой игре и так как я уже сказал каждый нас получил по 10 карта и в них входит то что у нас есть здесь разнообразные карты есть карта у нас наемников есть спецкарты с помощью этих всех карт мы будем простраивать наше нашу армию которой мы будем захватывать разнообразные города разнообразные провинции в италии первый игрок которым буду я выбирает любой регион который есть на карте и за него начинается борьба смысл игры в том заключается чтобы захватить либо всего шесть регионов либо четыре региона которые будут смежные друг с другом тот игрок которому удастся это сделать впервые соответственно становится самым главным человеком в италии который смог объединить под своим началом наибольшее количество провинций ну что ж я предлагаю наверное так как я первый игрок выбрать любую провинцию да ну я к примеру хочу за флоренцию побороться мне она очень нравится она довольно таки большая находится в центре италии итак как же происходит ход ход игрока заключается в том что он должен разыграть одну карту либо спасовать как я уже говорил у нас здесь карты делятся на несколько типов на наемников на разнообразные спецкарты которые остальные скажем так а вот наемниками являются все карты у которых есть белые цифра в левом верхнем углу все остальные карты это скажем так спецкарты потому что они имеют какие-то отличное значение от обычных наемников и так поговорим об обычных наемников значит что мы с ними можем сделать мы можем разыграть эту карту и увеличить соответственно нашу силу войска на ту цифру которая написана в левом верхнем углу в щите вот и все больше ничего сложного она не представляет собой дальше у нас к примеру есть вот такая вот карта красная героиня эта карта позволяет разыграть ее в свою армию и получить плюс столько сколько написано ней но она всегда дает 10 плюс 10 однако это уникальная карта тем что на все остальные карты примерно наемников можно влиять разнообразными спецкартами героиня же остается всегда разыгранная и имеет силу 10 ее ничем нельзя убрать это спецкарта которая дает очень мощную силу вашей армии воодушевляет ее скажем так к примеру пугало позволяет разыграть ее и заменить любого наемника которого вы разыграли к примеру вы разыграли перед этим ну примеру пятерку на ваш ход настает вы хотите заменить эту пятерку на пугало вы просто укладете пугало и забирайте пятерку себе назад в руку для чего это надо для того чтобы если вы видите что вы проигрываете в этом раунде чтобы не выкидывать сильные карты вы можете заменить их пример ненужными пугалами дальше какие карты еще у нас есть на руке на руке у нас есть здесь еще барабанщики барабанщики увеличивает силу наших наемников в два раза все наемники что у нас есть в нашем отряде получает двойную силу то есть если у нас сейчас единичка есть то это будет носила 2 а если пятерка то соответственно у нее десятка и так далее эти карты которые есть у нас посмотрим что у юлия а потом разберемся начни разыграем карту потом посмотрим что у юлии и так мы разыграем карты по очереди и первый ход за мной ну и к примеру я действительно разыграю единичку не будем сильно спешить вперед мы разыграем единичку и посмотрим раунды идут так разыграются карта разыграются карта до того момента пока игрок не скажет пас когда игрок скажет пас соответственно уже второй игрок может либо доразыгрывать карты до конца либо же прекратить это делать и подсчет провести сколько какая же сила у кого будет она больше тот и получает влияние получает контроль над данной провинцией и так смотрим карты юля улюю ли есть несколько других карт которые мы сможем рассмотреть и так как уже я говорил есть белые карты это наемники а также есть у нее есть и пугало до но есть мне еще карта вот такая от весна езды карты есть весна а есть зима так вот если эта карта будет разыграна весна то все карты зима убирается из с поля и остается карта весна карта весна увеличивает силу всех самых сильных наемников, в данном случае единица является самым сильным наемником, на 3, то есть сила с единички превращается в 4. Если будет разыгран другой наемник, к примеру, я не знаю, там шестерка, к примеру, и будет в игре весна, то у этого наемника будет сила 9 и так далее. Папа же позволяет уничтожить всех наемников самых сильных на поле, то есть если, к примеру, разыграть папу и будет наемник цифра 6, то он уничтожит даже своего наемника, однако игрок получает вот такой вот маркер папы, который он сможет либо разместить на поле в любой из регионов, какой ему понравится, либо не размещать. Что этот маркер папа дает нам? Он дает возможность заблокировать одну из регионов, за которой борьба не будет идти в следующем раунде, то есть туда не может прийти кондотер. То есть, к примеру, я могу заблокировать спалета и туда в следующем раунде нельзя будет послать кондотера для захвата этой территории. А остальные, в принципе, карты мы все уже разбирали, поэтому давайте начнем раунд и посмотрим, что из этого выйдет. Как же играется игра? Тогда, когда мы пройдем раунд, мы уже будем знать, как происходят все действия и разберем остальные карты, которые еще остались в колоде. Итак, единичка была разыграна, у меня есть, в принципе, три пугала. Давайте, наверное, мы положим пятерочку. Мы положим пятерочку. Если вдруг у Артема и у меня, то есть мы положим пятерочку, если вдруг у меня в этой колоде есть папа, то он уничтожит, в принципе, пятерку. Это не так страшно, поэтому я думаю, это хороший ход. Итак, ход за мной. И, пожалуй, это Флоренция. Она довольно-таки важна для меня. Я бы хотел ее захватить, если честно. Мне она нравится тем, что она находится в центре. И от нее очень много, она с многими провинциями соприкасается. Соответственно, мне легко будет из нее выйти в любую провинцию другую и захватить четыре всего в сумме и победить в игре. Поэтому она очень важна для моих стратегических планов. Поэтому я предлагаю сразу же напугать Юлю и разыграть сюда героиню. И у меня сумма становится 11 против 5. Теперь нужно Юле думать, что же она будет делать. Бороться за эту провинцию, либо же отпустить ее просто и уже ничего не делать. Пожалуй, наверное, Юля так и сделает. Однако она заменит пятерку пугалом. Она разыграет пугало, уберет пятерку себе в руку и передает ход мне. Теперь мне нужно решить, либо я пасую и больше ничего не выкладываю и надеюсь, что Юля все-таки не будет больше выкладывать никакие цифры. Либо же идти мне в атаку и пытаться каким-то образом победить ее количеством карт, либо еще чем-то. Так, очень, конечно, рискованный момент. Я могу разыграть, конечно, тройку сейчас. Но знаете что? Я, наверное, разыграю все-таки тройку и посмотрю, что будет делать Юля. Если что, у меня будет еще ход, я смогу вернуть одну из карт себе в руку. Я разыграю тройку и Юля берет свои карты и... Ага. Знаете что? Она, наверное, скажет пас. Она скажет пас, она не будет бороться за эту провинцию. Она ставит хорошие карты себе на будущие ходы и попытается завоевать другие провинции. Итак, Юля говорит пас. Я могу вернуть себе любую карту, если я захочу. Я могу разыграть дальше карты и, пожалуй, это сделаю. Я разыграю пугало, заберу троечку. Юля уже ходить не может и я говорю пас. На этом раунд оканчивается. Мы подсчитываем силу. У меня 11, у Юли 0. Соответственно, маркер остается у меня. Я забираю Флоренцию под свою власть и все, на этом раунд оканчивается. Мы собираем все карты, отправляем их в сброс и я выбираю новую какую-то провинцию, так как у меня остается маркер Кондотьера. Я выбираю, к примеру, Модена. К примеру, Модена тоже она в центре находится. Мне будет очень легко выходить. Она граничит с Флоренцией. В общем, отличное место. В Спалете я, как говорил, приходить уже не могу. Итак, я начинаю новую партию и я начну, пожалуй, ее с четверки. Я начну ее с четверки, вот так немножко напугав, возможно, Юлю. Юля же, пожалуй, наверное, начнет более аккуратно. Она пойдет единичка для того, чтобы в следующий раунд я разыграл какую-нибудь более сильную карту и она смогла разыграть своего епископа и уничтожить мои сильные карты. Итак, посмотрим. Я же разыграю, наверное, троечку. Не буду я идти вверх, я пойду наоборот вниз. Да, 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 я разыграю троечку и все, на этом мой ход окончен. Юля понимает, что я не сильно хочу форсировать ситуацию, поэтому я она разыграет сейчас епископа. Епископ, как я уже говорил, уничтожает самого сильного наемника, который есть на поле. Самый сильный наемник это четверка и он убирается с поля. И также Юля получает фишку епископа. Кстати, она, по-моему, в прошлый раз не разыгрывала епископа, поэтому здесь в поле он стоять не мог. Ну, вот сейчас она берет, к примеру, его и располагает как раз вот здесь, вот, наверное, в Болонии. В Болонии атаковать нельзя будет. Замечательно. И епископ сам уходит тоже в сброс. Ход переходит ко мне и я понимаю, что у меня, конечно, ситуация не ахти. Совсем не ахти. Я могу либо полностью сдаться сейчас и не атаковать уже полностью Юлю, либо же попытаться все-таки вырвать победу над этим регионом. Кстати, ситуация какая? Раунд полностью весь может закончиться тогда, когда все карты у одного из игроков закончатся. То есть я могу сейчас выкинуть все свои карты, и новый раунд начнется с того, что мы доберем столько карт, до десяти карт, плюс по одной карте за каждую провинцию, которую мы контролируем. То есть, в принципе, есть смысл выкинуть все мне карты и попытаться захватить эту провинцию до того момента, когда Юля сможет выкинуть все свои карты. Поэтому давайте, наверное, сначала мы сделаем вот так, вот мы испугаем ее и заберем, как будто мы будем сейчас пасовать и не будем ничего делать. Мы разыграем пугало и говорим, типа, ну, разыграй какие-нибудь карты, мы посмотрим на твои действия. Юля же понимает такую ситуацию и, пожалуй, наверное, она разыграет пятерку. Она разыграет пятерку и покажет, что сила, в принципе, на ее стороне. Отлично. Я понимаю, что мне деваться некуда, я буду разыгрывать, наверное, все, что у меня есть и идти вперед, потому что другого варианта у меня нет. Три. А Юля разыграет, пожалуй, наверное, шесть. И у нее сумма уже двенадцать, у меня всего лишь три. Но я разыграю пять. И у меня восемь плюс против двенадцати. Юля же разыграет, к примеру, весна. Весна дает нам возможность, как я уже говорил, повышает силу самого сильного наемника, то есть шестерки на три. То есть у нее сейчас девять, десять, пятнадцать, пятнадцать против моей восьми. У меня делать нечего, я разыграю четверку и у меня становится сила всего лишь девять, двенадцать. Двенадцать против пятнадцати. Но у Юли есть вот такая вот хитрая карта, плюс десять. И у нее становится уже десять плюс три. Самый сильный ее юнит, самый сильный наемник, десять. Плюс три зависнут, тринадцать. Тринадцать плюс двенадцать – это двадцать пять. Двадцать пять против моей девять. Девять двенадцать. Двадцать пять против двенадцати. Максимум, что я могу сделать, это разыграть барабанщика вот сюда, но он повысит всего лишь в два раза мою силу. И у меня будет двадцать четыре, чего не хватит всего лишь на единичку от Юлинова. Поэтому я не знаю, стоит ли разыгрывать, стоит ли разыгрывать эту карту. Просто ситуация какая. Когда вы имеете на руках карты, но у вас нет никаких наемников, вы можете их сбросить и взять столько же карт дополнительно. Но, пожалуй, наверное, я сброшу обе карты эти и заменю полностью всю руку по одной простой причине, потому что две карты барабанщиков, даже если я их заменю, мало шансов не дадут против трех карт, которые есть у Юли. Тем более, я не знаю, что у нее за карты. Итак, первая карта барабанщика – двадцать два. Юле делать нечего. Она, пожалуй, наверное, либо спасует, либо же… Либо же она может заменить… К примеру, давайте она сделает вот так вот. Она заменит десятку и тем самым давая мне преимущество. Но я разыграю… У нее сейчас получается 6 плюс 3, 9, 10, 15 против моих двадцати двух. Но я разыграю еще одного барабанщика, он ничего не дает абсолютно, барабанщик всего один может действовать. Сейчас у меня двадцать два против… Получается 9, против пятнадцати. Но Юля, конечно же, сдаваться не будет, она не будет пасовать. Она разыгрывает десятку, это опять двадцать пять у нее. И все. И на этом она заканчивает. Она говорит пас. И так как у нее двадцать пять против двадцати четырех, она выигрывает эту битву. И, соответственно, она забирает этот символ Кандотьера и занимает это место вот здесь вот в Мадене. Все. Теперь у нас, так как у меня закончились все карты, мы скидываем все карты в сброс. И перемешиваем полностью с общей колодой. все карты, которые у нас есть. Юля может сохранить у себя на руке до двух карт, если хочет. К примеру, пугало ей не нужно, а вот епископ довольно-таки неплох для нее, поэтому она оставит его себе, потому что он может сильно помочь ей в трудную ситуацию. И мы добираем десять карт для нового раунда. Мы добираем десять карт. Раз, два, три, десять, десять. Смотрите, у Юлии одна карта осталась, поэтому ей раздается девять карт. У меня нет карт, поэтому мне раздается десять карт. Однако, по одной карте мы также получаем дополнительно за каждый регион, который мы контролируем. То есть Юля получает одну дополнительную карту, и я получаю дополнительную карту. Теперь давайте рассмотрим, какие карты мы еще не видели. То есть те карты, которыми мы не сталкивались в этой игре. Те карты, которые я вам еще не показывал. Те карты, которые не были активны у нас в наших действиях. Итак, первая карта – это капитуляция. После того, как разыгрывается эта карта, розыгрыш никаких карт абсолютно прекращается, сразу же останавливается и идет подсчет по военной мощи. То есть, если, к примеру, у вас преимущества, к примеру, вы только что разыграли в предыдущем ходу двадцать четыре, да, к примеру, силу, а у противника двадцать два, и он сейчас решил пропасовать, да, там немножко потянуть время, разыграл пугало, вы сразу же можете разыграть капитуляцию, и тем самым блокировать ему возможность розыгрыша больше карт, и забрать себе, соответственно, победу в этом раунде. Это дает нам капитуляция. Дальше есть зима карта. Так же, как и весна, зима – это специальная карта, которая уничтожает все карты весны, которые есть в игре. И она дает такую опцию, она снижает, снижает силу всех наемников до единицы. То есть единица остается единицей, однако пятерка, шестерка, десятка превращается в единицу. Все карты которых белая, белая цифра в левом верхнем щите. И последняя карта, которая у нас может встретиться в игре – это куртизанка. Данная карта имеет силу единицы всего лишь. Однако в конце раунда мы считаем количество куртизанок у каждого в его войске. И тот игрок, у которого большее количество куртизанок, получает возможность владеть вот этим вот маркером кондотьера, даже если победу в раунде одержал не он. То есть эти куртизанки, они как бы подкупают кондотьера и переманивают его на свою сторону. Тем самым вы получаете возможность выбрать любой регион в следующем раунде, если вы разыграли довольно количество куртизанок для того, чтобы одержать победу. В общем-то, это все карты, которые могут встретиться у вас в игре и какие вы можете использовать при борьбе за те или иные регионы. Так, друзья, ну что ж, я думаю, всем стало понятно, как играть в эту игру в кондотьер. Кому будет интересно, переходите по ссылочке в углу. Там будет продолжение данной партии. Мы с Юлей сыграем еще раунд, может быть, два. Посмотрим, как будет развиваться ситуация на нашем поле Италии и в наших сражениях за власть и кондотьерской вот этой вот войне. Также в конце этого видео будет впечатление от данной игры. Ну, а на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, вам было понятно мое объяснение правил игры кондотьеры, вам было интересно смотреть на них. Вот, поэтому, кому понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну, а с вами был Бивер и настольные игры. Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok